Дорогие друзья, мы все должны объединиться. Вифака Кумауна пела, тощи Татений, Лачи Корисент, Молдовень, Румынь. Я обращаюсь, ребята, к русским, гагаузам, болгарам, украинцам. Ребят, давайте объединимся, давайте мы не будем вестись на всякого рода провокации, потому что сегодня главная наша задача это объединиться и сделать все для того, чтобы Молдова была не просто правовым государством, но нам нужно срочно сделать все для того, чтобы Молдова стала государством, в котором появляется производство, которого очень много лет не было. Я не говорю про экономических агентов, про некоторые, которые организовали какие-то производства, некоторые инвесторы из-за рубежа производят определенную продукцию в Молдове. Пока нашей национальной идеей не станет именно возрождение промышленности в любом виде, мы с вами никуда не денемся. Пока все граждане страны не поймут, что сегодня наша основная задача объединиться, добиться досрочных парламентских выборов, президентских выборов, для того, чтобы все вот эти шоблы продающихся, покупающихся исчезли. Когда я, а не во всех там, все эти пропагандисты Додона, начинают ролями заканчивать депутатами, что вот усатый с Плохотнюком, с Шором, сейчас готовят атаку на президента. Додон, ты такой великий борец, и у тебя была уникальная возможность вместе с Блоком АКУМ, когда Плохотнюк покинул страну и вы создали первую коалицию, вы могли запретить Демпартию как главная ОПГ страны, и все те партии тех политиков, которые, неважно, участвовали в краже миллиарда, в ландромате, в незаконных приватизациях, и сегодня бы было некому и не для чего кого-то покупать, перепродавать, сдавать в аренду и так далее, потому что Демпартия, разделилась она сегодня на ПРО Молдову, осталась там Демпартия. Основная часть этих людей участвовала в создании ОПГ Владимира Плохотнюка, и эту партию сегодня по закону нужно запретить, если с юридической точки зрения долго запрещать, неважно, это Демпартия или ПРО Молдова, значит, за все те схемы, в которых они участвовали тогда, участвовали сегодня, просто всех посадить, понимаете? Вот это вас ждут и ждали граждан страны. Вы голосовали, что Молдова является захваченным государством. Супер! Оно уже было захвачено Плохотняком и Демпартией. Значит, вы не думали о том, как уничтожить остатки Плохотняка, а вы думали, ага, как бы этих забрать к себе, как перенять схемы, как сохранить сигареты, возродить спирт, тендеры и все остальное, что было при Плохотнике, и то, что Додон пытается, и чем Додон пытается владеть сегодня. Поэтому, ребят, Софи Мунис требует скошен афар аль-Лежи. Туати группы релестия криминали поличи, карауфуратор Република Молдова, шконтину и суфуриас, фиден куаличи кусочи лишни, шедуар аль-Лежир парламентарий античпати, ну и нутрия смерзим формула КОВ, Андрей Анастаса, нувра аль-Лежир античпати, платформа да паснутрягом парламент. Это уже называется, когда из-за личных интересов должна страдать целая страна. И вот у платформы ДАИС четыре кандидата на премьеры. Ребят, вы обещали, Андрей Анастасов, ту персонал, шепартиду пасширесту, а спромиссу Аминлор, киемедят, дупа узкорты гувернари, комун и кудудон, Република Молдов, смерган аль-Лежир античпати, в УС-20-нец, куденцы, где парламент, куб, мажоритати, а не воин-прилонку про Молдову, куп, одежку, детство, настряк, Прагу. А это уже называется лоббирование своих личных интересов. Я вернулся летом прошлого года в Молдову, где в опросах на тот момент говорили, что у нашей партии рейтинг там 3-4% она не пройдет в парламент. Я с первого дня говорил о том, что Молдове должны досрочные парламентские выборы. Хотя, я должен был, как они, если бы я был путаной, как они, то я должен был бы выходить, ну, нельзя делать, давайте через год, через два, к Сен-Крест-Партии. Я с первого дня говорю, только досрочные парламентские выборы. Как с плечи на истории я в моем уме, я в моем уме, где-то 30-е мандати, керс-кэнтэ-ла-флуэр, дипели-ла-батренча, дидемня-ц-пансара, серенадис-кэнтэ, дупащик-кэнтэ-ла-флуэр, ансалезис. Ну, мая салвязы, не миг. Поэтому, ребят, объединились и нужно требовать сегодня от всех парламентских фракций, от социалистов, Дадон, если ты такой патриот и хочешь избавить Молдову от останков Плохотникова, подай в отставку, как президент. Автоматически у нас будет возможность провести досрочные парламентские выборы. И мы проводим досрочные парламентские выборы. Зачем ждать осени, глубокой осени Новый год, когда сам Дадон говорит, и многие эксперты в мире, что может быть второй, значит, вторая волна коронавируса, одолевал. Потом ты скажешь, что ой, чрезвычайная ситуация переносится, чтобы ты подольше был президентом, чтобы подольше кормушка ваших депутатов работала. Да, Игорь Николаевич и остальные партии. Выйди сейчас, на следующей неделе, подай в отставку. 27-го день независимости, 1-го сентября на первый звонок проводим досрочные парламентские выборы. Давай проведем их вместе с президентскими. То, что ты хочешь, Дадон. Знаете, почему Дадон социалисты запросили возможность проведения досрочных парламентских вместе с президентскими? Объясню вам. Потому что Дадон понимает, что он президентские выборы проиграет с треском, и он хочет хотя бы стать депутатом, чтобы опять стать руководителем фракции социалистов в парламенте, чтобы не остаться физическим лицом. Их не было. Их не было. Их не было. Их не было. миллиардовый ландроматурин контрабанды шарест упростил уранкара фостом плекать и только так мы с вами можем победить и будет полная перезагрузка в стране о партии директор приегла пушкаре и алтин утрек алки алтин утрек ну мать рек прагу но мажунгом парламент шоссе швальт алки дискусси оси у парламент репрезентатив